Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. Your life is my life. Я уже не могу дышать. У нас замечательная погода, 25 градусов, очень жарко и в общем в маске это вообще сейчас вообще не классно. Нам нужен маска летний вариант. Очень жарко в ней, сразу потеет. У меня очки потеют. У меня борода. В общем мы сегодня идем в Костку, на стоянке первый раз наверное за месяц, ну как за месяц, первый раз за последние два-три раза, что мы здесь бывали. Мы видим очень мало машин, вот такая какая-то спокойная обстановка что ли можно сказать или что? А до этого она прижимая. Ну не знаю, может быть она имела какое-то внутреннее напряжение. Ну в общем люди... Просто сейчас солнечно и это располагает к расслаблению. Смотри, практически все в масках, вот, входа очереди на входе нету. Ну и сейчас посмотрим, что в магазине. В общем очереди нету. Вот это вход, но есть лабиринт, по которому люди заходят. Такая змейка. Короче, сейчас мы идем через то место, где два месяца назад люди сидели кушали пиццу и всякую еду на вынос. Здесь стояли столики, а сейчас вот сделан такой лабиринт. В прошлый раз, когда мы здесь были, мы по нему не ходили. Мысли по-коротенькому. А сейчас его сделали вот таким длинным. Ну, в общем, жизнь продолжается. Вот я вижу второго человека, который выкатывает телевизор. То есть как бы... Потому что у него дети какие-то как нас. Заняли большой телевизор. В общем да, у нас сейчас такая ситуация. Они забрали наш телевизор. Как бы два года назад мы, наверное, купили новый телевизор и практически его с Маришкой нигде появились в кадре. Потому что мы его смотрели, ну как бы, иногда там, когда появлялся какой-то выходной, праздник. Мысли только на кухне смотрим. Вечером зависали в большом телевизоре. А сейчас, когда мы поняли всю его прелесть и узнали, какой он у нас прекрасный. Мы его не можем посмотреть. Потому что там... Надо очередь забивать. Вот. И поэтому в большем случае смотрим телевизор на кухне. Ну все, заходим в магазин и будем смотреть, что там у нас. Ну, в общем, как и машин, так и людей. Коста очень мало. Круассаны будем брать или нет? Ой, жаль, какие круассаны? Не будем? Пока нет. А почему ты так говоришь, какие круассаны? Потому что полнеешь, Сережа, я переживаю. Я для детей беру. Я шутю. Сережа не полнеет. Сережа похудел. Сережа молодец. Так для детей берем или не берем? Давай. Давай. 4,99. Сколько их там? 12 штук, наверное, может больше. Смотри, людей вообще нету. Сука. Может все на более жесткий карантин сели? Да. Мандарины здесь не будем брать? Маленькие, да? Да. Я такие не люблю мандарины. Понимаю, что они это полно. На входе дадут тряпочку очень плотную. Я прямо за нее держусь. Ну все, двигаем. Что там? Будем что-то покупать сейчас? Пойдем-то продуктом побыть. Я видел, наша вода была сегодня, наверное, возьмем. Воду нашу. Ну не знаю. Вот у меня ощущение какого-то спокойствия. В прошлый раз, когда мы были в Кусто, мне казалось, что все как-то напряженное и нервное. А сейчас все раскладываются. А сейчас, во-первых, все в масках абсолютно. Да. Ну и как-то... Потому что по закону тебя в магазине должны быть в маркете. А, ну вообще да, у нас же вышел закон, да. Ты не можешь отказать в обслуживании из-за маски. Спиртного хватает. Авокадо. В прошлый раз показала цена, что авокадо было и там, и там одинаково. Что Коспио, что Сэмсклад. По-моему, он стал еще дороже, если я не ошибаюсь. 6 штук нет, наоборот, дешевле. По $0.48, а тогда было по $3, по-моему. Зайка, потрогай. Одни совсем зеленые. Да. Потрогай, пожалуйста, чтобы они были твердые. Просто в прошлый раз они такие как-то как подваренные были. Я возьму. Не видно. Чуть-чуть зазреют и нормально. Нормально. Дальше туда поедем смотреть, что арбуз будем брать? Или блин, Сашка в прошлый раз заказывал арбуз, а съели его практически мы. Поэтому оставим, не будем, да? Тогда на разворот. Поехали. В общем, он так два раза укусил. И воздержался. Ну и скажем так. Арбуз был вкусный, но это не тот вкус, который летнего арбуза. Он был и вроде бы и сладкий, и очень сочный, но в нем не было той медовой сладости, которая будет, наверное, через месяц, через два начнется. Ты хочешь здесь пошариться, зайка? Я там пошариться. Может нам какую-то рыбку взять, которую дочь любит на бутерброд? Так, ну идем в какой-то отдел. Зайка, нам надо это, которая какая-то горячего копчения или что она, да? Такая? Угу. Это 14,79 за паунд, да? Ну, здесь, да, за паунд вот этот, допустим, кусочек 20 долларов. Сереж, такой беру или поменьше за тебе? Я бы взял не хвост, я бы взял большой, но не хвост, а середину, посмотри. Наверное, пустая. Еще мы брали вот такую вот очень хорошую тоже рыбку, а вот это вот со специфической, ну пересначит, вот. Вот это со специфической приправки. Смотри, вот у меня вот этот как-то борщ все понравился, первый. Первый. А этот не толще? Не толще. Не, ну смотри, Зайка, вот он без хвостика, этот хвост без хвостика. И этот тоже. Более тонкий. Ой, ну ладно, давай этот возьмем, блин. У меня как-то странно. Другую рыбу не будем брать? Я хочу, может быть. А еще есть вот такая вот селедка, но она не такая, к которой мы привыкли. А может без селедки? Это уже лучше в джинсе купить, когда простую селедку в русском магазине. В общем, эта селедка, она немножко с определенным привкусом. Она очень на уксусе. Ну все, молоко и вода. Ну смотри, вообще свободные проходы. Вообще мало людей. Я говорю, по машинам сразу было видно, что мало. Что у нас здесь? Ну я просто смотри. Ну че, ну вон тут два пылесоса. А мы сейчас пойдем кушать. Нам надо менять аккумулятор. Так, ну что, ты в холодильник идешь? Да. Молодильник. Вот наше молоко с синей этикеткой. 5,79. Беру скорее. Два галлона. Опа. Так, яйца мы здесь не берем. Ничего не берем, это у нас больше. Больше. Да давай по кругу уже, выйдем. А вот такие йогурты нашему малышу не возьмем. Пускай в стаканчиках есть? Да, в стаканчиках. Пускай в стаканчиках есть. Да, там стоят эти йогурты и их есть. Он будет только их есть. Так, ну ладно, молоко взяли, идем за водой. Кто-то диван, наверное, сдал, я так понимаю, без упаковки. Пускай в стаканчиках есть. Так, вот наша вода. А что с ценой? Почему какая-то неправильная? 2,99. А, это какая-то неправильная цена. Ну все, берем нашу воду, наконец-то она появилась. В общем, это вода, которую мы берем, ее можно взять 5 упаковок. на одного держателя карточки. Сюда пойдем. Так смысла нету, тут ничего нашего нету, зайка. Что по нему тягаться? Сейчас пойдем в мясной ряд посмотрим, что там есть. Так, что ты хочешь взять? Бургеры, потом эти наггетсы, да? Блин, ну так пустовато, да? В половинничках. Такие бургеры не будем брать? Почему? Не хочешь? А у нас есть такие. Есть еще? Вот я смотрю в сторону наших рыбных и не вижу. Наггетсы еще есть такие? Да, это хорошо. 13,99. Это грудка, наверное, наггетсы. Большая, которая. И это? Это уже грудка. Вот, наверное, наггетсы уже. Да. По 11,99. Вот здесь. Я так понимаю, сморозилка у нас там напряг, да? Ну да. В рыбные идем? А я не вижу тоже. Давай пересмотрим. Вон она сверху. Это зайка красная получается у нас, да? 15,99 за 3 лб. А Сашка у нас красная или белая? Красная. Красная? Ну так отлично. И пойдем в торцы посмотрим, да? Пойдем. Так, нашли еще рыбные палочки, которые дети любят. 11,99 за 4 лб. Ну что, поедем? В этот ряд зайдем? Ну давай. Конечно. Здесь написано, что любит отдельный продукт на одного. Грустно. Короче, только одну вещь с этих шкафчиков можно покупать. А где ты видишь? Ага. Грустно выглядят проходы между холодильниками, когда они раздают всякие попробки. Во-первых, они свободные, пустые кажутся. Ну и как-то так вот. Грустно. Ты видишь? Женщина мясо закинул. В общем, холодильники выглядят как-то так себе по ассортименту. Вот на три холодильника два вида продукции. В том вообще одна только пицца. В общем, как-то холодильники выглядят немножко грустно. Чипсов зато много в этот раз. Вон видишь, выставили их как обычно. Мы сейчас подойдем, посмотрим. Пойдем, нам кофе надо купить. Пойдем в кофейный ряд и купим кофе. Мы очень удачно смололи кофе на своем блендере. Так что используйтесь. Мы проверили. А вот так вот выглядит в Калифорнии. Кто-то сланцев, кто-то сапога. Так, да, кофе можно молоть блендером. Получается очень качественный помол, очень миленький. Поэтому покупка кофемолки отпала. Так. Я хочу вот такой кофе, зайка. Какой? Чёрный? Да, хочу его попробовать. Попробуем же открыть стоит. Нет, ну попробовать не сегодня. А, ну здесь написано, что нельзя молоть. В общем, вот такой кофе стоит 14,49 за 2 лб. Сереж, но подход не будет. И еще мы возьмем тот, который ты хочешь. Не трогай зайка тачку. Для тебя вон тот ваниланат. Да. Ваниланат 13,49 за 3 лб. Опа. Так, а что вот это за модные сушеные чипсы? Чипсы. Ласиль, чипс какой-то. Что мы вчера попробовали, персики? Вчера мы кушали чипсы сушеные из персиков. Сушеные персики, короче. Но они назывались как чипсы. Маришка прекратила за 8,99. Вот такую вот морскую капусту. Она очень классная. Ай, по орехам. Может там сразу мед еще зацепить баночку? Так. Берем алманд, который не жареный. Он соленый, не соленый? Не соленый и не жареный. А, соленый вон лежит с зеленой этой самой. А пеканы у нас не закончились? Ну там вот столько их осталось. Так, давай может или потом. Слушай, они какие-то такие битые все. Хорошие? Ну не знаю. Да хорошие они пеканы. Пеканы. 1,99. 2,99. Блин. Ну наконец-то. Так что сразу 4 банки возьмем? Я Катарина сказала, что если мы увидим, что мы приедем с шестью. С шестью вот отниму. Короче, нутелла. Две банки. 11,99 стоит. Дети соскучились. И в прошлый раз, как вы знаете, мы не смогли ее купить. Потому что мы создали и скучно недействительно. Сказали, что ее нет. И все. Не, ну ее не было одеть. Ее не было одеть и хотели. А Катаринка, отойди пожалуйста. Ты мне мешать будешь? А Катаринка делает блины печет в последнее время. По два раза в неделю. И в общем, у нас захотелось есть нутелла. В общем, на Катаринкиной диете из карантина выйдет тот, кто сможет пролезть в дверь. Так, мы наверное возьмем вот это грызло. Смотри, на сейле. 3,79. Первый сейл, который я вижу за последние 2-3 раза. Сюда заходим? ММС. Так, мы не рассказали про новые чипсы. В общем, маленький пакетик такой. И на нем было написано чипсы из персика. В общем, он был очень похож на сушеные яблоки, которые всегда делала бабушка или мама. На печке. Да. Но только он настолько был обезвоженный, что просто во рту превращался в порошок. Очень-очень сухой. Так, а сейчас мы ищем майонез. Майонез, сколько его здесь? 6,99 за 2 литра практически. В общем, это тот майонез, который соответствует высоким требованиям и званию советского майонеза, к которому привыкли советские люди. То есть, если вы хотите сделать салат максимально приближенный по вкусовым качествам, типа вот оливье или горошек, как его назвать, то надо брать такой майонез, и тогда вы получите тот вкус, к которому привыкли с детства. Так, хотели бы взять чипсы с морской солью. Ну, можно вот взять и те, и те. Глаза разбегаются. Я почему-то думаю, что вот эти. 907 грамм 4,69. Зайка, а эти не будем брать на наши муви-найты? Сколько отходит себе? Еще одну взять? Уговорила. Так, 5,49 за 793. О, вот, наконец-то. Короче, вот эти чипсы для нашей семьи, кукурузные чипсы, правильно, это вот эти. Те чипсы, которые мы купили в прошлый раз в Сэмсклабе, кукурузные, они совсем другого вкуса. И, в общем, дочке они не понравились. Она у нас основной потребитель этих чипсов. Ну, и мы так любим их иногда подточить. И, в общем, те показались нам... Иногда. Кого мы обманываем? Нам же в конфеты надо. Они показались нам жирноватыми. Они не показались, они прям жирные. У них немножко другой вкус. В общем, сделаем распаковку и сравним те и те. И расскажем. А сейчас идем в конфеты. Кто-то съел МНДМС. Нету орехового МНДМСа. Так, может, в Сэмсклабе посмотрим? Ну, бери один такой. Так что, может, взять все-таки алманд? 12,89, 3LB. Возьмем вот такую баночку. Как-то у нас набилось это зайка. А это не вот эти вот чипсы, которые мы тестили? Мне кажется, что да. Нет, нет, это что-то другое. Это в шоколаде. Зайка, на другую сторону, пожалуйста. Тачка перегружена ее, тянет. Печенье. Грибочки. Не будем баловаться. Хватит конфет. Ну, может, в этом будут. А Сашка МНДМСов хотела этих, я слышал, как гумиберов. Так он у нас же есть дома гумиберов. Так он других, наверное, хотел. О, так это надо брать, зайка. 7,69, сегодня скидос на них 3$. Сколько в ней их вес? 600 грамм. А? 600 грамм. 600 грамм? Ну, хорошо. Опс. Едем дальше. Мы витамин какой-то не докупили себе. Пошли посмотрим витамин. Мы взяли С, да? В прошлый раз. Я жду. Немного ошибок. Мы по ошибке попали не в тот ряд. Пасты, зубасты и всякая другая косметика. Зайка, а средства личной гигиены нам не нужны? Да. А у нас есть. Или ты в самом слове будешь смотреть? Ну, напи. Хватает? Пссс. Эта очередь стоит в аптеку. Зайка. Так, наша цель сейчас соленые орехи. В прошлый раз мы их не купили, соленый арахис. Он почему-то выпал у костки. И походу, наверное, так и не пришел с прошлого раза. Потому что его нет. Грустно. Давай возьмем лимоны. Не всем все здесь, а? Давай возьмем здесь. Такой пакет 5 лб, 5 долларов. Два пакета лимонов по 5 долларов. И идем на кассу, потому что все купили, что хотели. Пойдем еще зеленью докупаться и чем-нибудь, каким-нибудь мясом в своем складе. Очереди на кассу небольшие. И некоторых товаров в костка нет. Все. Давай здесь. В общем, мы очень удачно сходили в костку. Что мы там потратили? 262 и 65. Короче, 260 долларов. Что купили, вы видели. Ощущение. Все очень спокойно. Ну, это лично мое ощущение. В прошлый раз, когда мы были, я был какой-то напряженный. Как-то все это вот немножко, это карантинное состояние такое. Допишем, наверное, в машине, потому что ветер. В общем, как я сказал, например, мне кажется, что сегодня люди все более спокойные. И как-то вообще все выглядит более спокойно. Не чувствуется какой-то напряженности в связи вот со всей этой обстановкой. Ну, единственное только, что все в масках и народу совсем нет. Пустая стоянка и пустой, можно сказать, магазин. А второе, что мы увидели, мы, конечно, не увидели голые полки. Но вот, например, там, где такие вот холодильники на три дверки, обычно в каждой дверке лежал свой товар. А сегодня таких холодильников много, в которых лежит по две позиции. По одной позиции на такой большой холодильный этот отсек. И, в общем-то, как-то это немножко напрягает. Ну, не то, что напрягает. Ну, видно, что ассортимент в магазине абсолютно не весь. Взять те же МНДМ, взять те же всякие бургеры рыбные, вот эти вот всякие куриные изделия. Все как-то немножко так вот подроссосалось. Ну, вот вроде и все. Так что, кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое мы сейчас прямо запишем из магазина Sam's Club. И увидимся на канале. До встречи. Пока-пока. Бай-бай. Пока-пока. Поехали. Пока-покаast. Пока-пока. Governor-пока.